Каня, верните, пожалуйста. GUN читается как GUN по-английски. Вот такой дерзкий у нас диалог. Постоянно занимаюсь, 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 стараюсь, делаешь, 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 просто трудишься, трудишься. Будьте самими собоими и наслаждайтесь. Главное, что все больше веселье и ешь всем подряд. Селеги вести дом, заставить и помни, солдат. Кто ждут судьбы в полу кровь в шлифтах? Жертвам, судьбы твой вокруг земля крови. Стань, стоп, волшебно, лазарь, чинишки, стелеста, на жарочек. Что за счет, это тема, ряд против обрыв, франк, в чертах, живет. Главное, что все больше веселье и веселье и веселье и веселье и веселье. Дорогие ребята, мы сегодня, словно птица Феникс, возрождаемся из пепла и феерично вырываемся к вам с нашей рубрикой «Экзамен ПМХК». Мы находимся в клубе «Мутобор» и у нас в гостях коллектив «Цыган». Здравствуйте, ребята. Привет. Спасибо, что вы согласились встретиться с нами. Я часто слышу такой вопрос. Ладно, не часто, но один раз в телеграм-канале у меня спросили, почему заглохла тема с интервью у музыкантов. И я вам признаюсь, в мае месяце мы записали интервью с создателем паблика «Коты и металл», музыкальным менеджером Дмитрием. Дима, вам привет. Привет. Я с тех пор, да, Дима Ширилов. Привет вам от нас. И я это видео не смонтировала. Я не смонтировала, друзья. До сих пор видео было записано в мае, поэтому если вдруг это видео не будет смонтировано в ближайший год, не волнуйтесь. Друзья, если вы нас смотрите, значит вам несказанно повезло, я все-таки все смонтировала. Друзья, у меня для вас вначале маленькое признание. Моя ахиллесовая пита – это иностранные языки. И я читаю название группы «Цигун». Я думаю, как интересно. «Грайндкор» и «Восточные дыхательные практики». Потом я пришла на концерт, он, кстати, был здесь в Мутаборе. Год назад это было ровно. То же самое фестиваль, что и сейчас. И я увидела вас вживую. И какова же была моя радость и мое счастье, что вы, оказывается, цыган. Поэтому я прошу прощения, друзья. Но я все-таки нашла связь между цыганом и цигуном. Мне кажется, «Грайндкор» имеет какое-то терапевтическое воздействие на зрителя. Как дыхательные практики цыгун. Что вы можете об этом сказать? «Грайндкор» лечит или калечит? Дело в том, что мы не играем грайндкор вообще. Музыка очень далека от этого. Мы просто играем металл. Сейчас уже все жанры перемешались. Уже непонятно, кто что играет. «Ган» как пушка читается. «G-U-N» читается как «Ган» по-английски. Но ты сказала, что это плохо значит язык. Поэтому «Ган» так и есть. Когда на ютубе вбиваешь «Цыган», особенно в недавнем видео, там по фильтру часто всплывают как раз дыхательные практики. Потому что печется так же. А теперь про «Грайндкор» расскажет Влад. Про терапевтическое воздействие вашей музыки. Есть такое, что после концерта вы выходите очищены, как вы пережили катарсис или зритель? Точно нет. Но может быть слушатель выходит? Нам сейчас всем за 30, и мы после концерта выходим совершенно не очищены. Еще буквально на неделю примерно. Не, наши слушатели выходят максимально… Как после «Бани». Да, как после «Бани» это во-первых. Во-вторых… Миша прав. Баня очищает. Мне не нравится, что вы заменяли тему с жанром. Грайндкор, металл… Нет, давайте ее возродим. Да, нужно. Группа «Цыган» играет в «Грайндкор», да. Просто «Грайндкор» — это стиль жизни, а «Металл» — это музыка. Дело в том, что все музыки делятся только на два жанра. Это поп и металл. Группа «Цыган» играет второй жанр — металл. Не, если говорить о референсах, всегда нам нравились такие группы, как «Насум», «Бротал Трус». Мне не нравятся никогда «Насум». Виталик «Блокметал» любит. У него плейлист там… Он мне тоже. Да, мне нравился «Насум». Да, 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 да. Класс. Меня зацепило то, что там у вокалиста очень классные попсовые вокальные партии, которые запоминаются. А в группе «Цыган» меня обманули, поэтому я сюда пришел. Как бы изначально не хотел в этой группе. Группа построена на лужи. Меня заманили обманом, это отдельная история. На самом деле я вот услышала такое замечание, что «Грайндкор» — это стиль жизни. Ну, нет? Не у меня. Хотелось бы уточнить дальше. А стиль жизни — это когда у тебя есть футболка, которая у тебя маленькая, а ты себе отрезаешь рукава вот так вот под твои бачка, когда тебе уже за 30, чтобы тебе бачок выглядывал. Это стиль жизни. А бачок специально. Чтобы он очень торчал. Так и становится стильным жизни, да. Я бы хотела допомнить на эту тему. Я читала вот интервью Александра, и он сказал в своем интервью, что я не гитарист, я играю на гитаре в команде «Цыган». Мне кажется, это вот что-то про сопричастность, про какое-то свое единение. Это цитата. Да, это цитата. Да. Я просто владею каким-то инструментом на уровне своих партий, которые я придумываю. Не на уровне фред-гитариста. Да, не на уровне фред-гитариста и остальных. Мне кажется, в этом есть что-то про единение, что я здесь, на своем месте, и только вот в этой команде я могу делать то, что я люблю. Это разговор уже просто о том, зачем мы занимаемся музыкой. 16 лет, по крайней мере я до, мне кажется, остальные чуваки тоже начали играть в группах, и вот мы сейчас уже за 30 и все то же самое. Ничего не поменялось. Играем в группе. Класс. Ты правильно сказала про то, что я на своем месте, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Вот у меня та же позиция. Я развиваюсь на репетициях, и я не понимаю, зачем мне туда-то ходить, еще что-то делать. Мне все устраивает. А когда группа цыган закончится, мне кажется, я умру просто. Я уже не вижу себя в другой группе, хотя до цыгана у меня было групп 5, наверное, в общей сумме, мне кажется, после распада группы цыган, которая произойдет после сегодняшнего концерта, скорее всего. Я не вижу себя в другой группе. А распад произойдет, потому что… Саша объяснит, почему распад произойдет? Мы не выполнили райдер артиста. Поэтому артист пьет вьетнамское пиво. У меня есть личный райдер, который ни разу не был выполнен за 8 лет, сколько групп существует. Так, а вот мы сейчас затронули такую глобальную тему. В целом, металл сейчас российский или мировой металл. Какой он вообще занимает место в искусстве? У него период кризиса или ренессанса или расцвета? Ой, да откуда мы узнаем-то? Ну, вы как чувствуете себя внутри как бы мировой сцены? Внутримировой? Никак. Никак, да. Абсолютно. Ты смотрела мультсериал «Офигенный металл апокалипсис»? Ну, ребята могли бы ответить на твой вопрос, а мы не можем. Ладно, хорошо. Мы не можем. Там первая серия была, потому как они прилетели в Арктику давать концерт. Впервые в Арктике концерт. И раздавили 80 человек своей платформой, а концерт был в пользу рекламы в кофе. Ну, там, так как металл – самое популярное искусство в мире, они себе могли такое позволить. В общем, до карантина, пока все не заболели. Вот мы ездили по Европе, да, и надеемся, скоро, когда-нибудь. Да, лет сейчас 10 пройдет, и мы поедем снова в тур. Пока нам будет 45. Да, по 45 лет мы поедем. И я буду петь, это примерно как… Я буду играть как барабанщик «Полмдет». Светандр сейчас вокалист поет, у которого как будто инсульт случился. И там… Вот так вот. А вот с вашими турами не связано каких-то факапных историй? Это вообще факап. Сам по себе, да? Да, сам по себе. Наличие тура – это факап. Самая странная история у нас была в 18-м году, когда мы как раз в Евро-тур поехали. Мы его организовывали сами. Мы поехали… Диайвай это может быть. Диайвай, да, да. Мы поехали на двух машинах, потому что за неделю до тура у нас водитель с военным сказал «Я не могу». Вот. В плане менеджмента это было, да, немного своеобразно. И там было очень много историй и факапов. Да, было весело. Да, пришлось даже через Венецию приехать. Хотя концерта там не было, но за деталями идут машины. Мы ночевали в горах, без палаток. Прям вот в спальник ложишься, и так вид на горы. Словакия, да. Последние туры более организованы. Там не было каких-то прям факапов. Там просто это тяжелый труд. Ты едешь и трудишься. Я думаю, у нашей группы не было факапов. Мы все четко делаем. Благодаря, кстати, нашей команде, вот Стас Звук Режиссер с нами в каждом туре было. В последний тур с нами ездили Антон Гриценко, Роуди. Это очень важная тема. Это просто чувак, который просто едет с собой в тур, и занимается мерчем, и помогает тебе просто что-нибудь перенести. Это вообще всем группам рекомендации очень классные. И фотографа Настя из Нижнего Новгорода вообще делала крутой контент каждый концерт. Еще у нас новый человек в команде появился. Нас всего сейчас 6, а так у нас 9 человек в команде получается. Световик Саня, да. А где он, кстати, уже пьет где-то здесь. Саша, вы говорите, вот совет музыканта. Может быть, у нас есть топ-3 совета молодым начинающим музыкантам, которые только-только собираются собрать свою команду, с чего им начать, с чего им не бояться. У меня есть первый совет, один единственный, без топ-3. Не надо этого делать. Да, я знаю, если ты можешь заниматься чем-то другим, то лучше занимайся чем-то другим, да? У меня есть другом парень из группы «Кулаки в карманах», Дима Золотой, говорил так. Если хочешь расстроить родителей, скажи им, что хочешь заниматься музыкой. А если хочешь сильно расстроить родителей, скажи им, что хочешь серьезно заниматься музыкой. Класс. Человек старше меня. Поэтому мой совет – нет, не надо. Моя мама меня поддерживает. Меня тоже мама поддерживает. Моя мама меня тоже, потому что ты ее сын, а я сын своей мамой. Мы с мамой только два месяца назад разговаривали, она спрашивала. У нее просто на телевизор. У них очень много телевизоров, смарт-тв, и им ютуб местный подкинул рекомендации концерт, наш последний в Москве. И они его полностью посмотрели. А я позавчера звонил маме, когда я ехал за рулем. Я говорю, у нас концерт, суббота. Она говорит, нам не было, да? Я говорю, да. Мне кажется, мы не те, кто можем давать какие-то советы начальщикам музыкантов, потому что, не знаю, хочется играть. Не хочешь – не играй. Хочешь – играй. Хочешь – приходи на репы. Плохие ответы. То же самое, Гриш, да. Я-то прикололся. Нет, хорошие ответы – это занимайся, занимайся, люди. Возьми коня. Возьми коня. Пока тебя не было. Конь стоит, друг. Конь там стоит. Конь, да. Веси коня, поставь вот сюда, вот рядом. Это наш Роди. Коня, я думал, коня. Роди, Роди. Коня, тоже. Коня, блядь. Коня, вот сюда. Может, влася еще принести? Проходи, садись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, нужен веселый ответ, да? Вот вопрос. Да, нет. В смысле, я сейчас там серьезно. Не то, чтобы весело. Должен быть какой-то позитивный посыл. Это был серьезный вопрос, я пошутил, но я отвечу серьезно. Конечно, нужно заниматься этим делом любимым. Конечно, поддержка близких – это очень важно. Конечно, нужно обязательно учиться, смотреть всякие уроки, когда я начинал этим заниматься и смотрел этот метал-зен-скриминг, или как он там назывался по вокалу. Я вообще ничего не понимал, как там кричать, чего вообще делать. Крила Анимоляева все знают, нет? Да. По Бонни Нем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он вообще говорил, там, баба, выпиваешь 0,5 водки в подушку, орешь и так научишься грулить. Ну, это полная чушь. А сейчас все, что хочешь. Конечно, просто смотришь, развиваешься в своей теме, максимально ее изучаешь, слушаешь много крутых групп, ориентируешься на группы, в которых ты хочешь музыку играть, но не слишком много. Потому что иначе можно начать их копировать, и это будет уже не прикольно. Поэтому совет начинающим музыкантам – это просто, блин, занимайтесь, просто учитесь. Если речь идет об инструментах, то занимайтесь. Если речь идет о вокале, то начните преподавателей. Да, много репетиций очень сильно помогает. Вообще. Музыка – это как качалка, но вокал – это мышца. Ты орешь, у тебя вот такая вот мышца в горле, она двигается вверх-вниз. И если она не в форме, то, допустим, не репует два месяца, я прихожу, без разминки можно сорвать горло просто на первой репетиции. Поэтому это как качалка, ты постоянно занимаешься, занимаешься, делаешь, 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 и в итоге все получится. Приходите заниматься в зал атлетической гимнастики. Это оно, эталон. Есть такая тема, когда ты развиваешь свое музыкальное восприятие, стараться в нерве своего жанра все время не ограничиваться на одном ключе. Ну, скроме кругозона. Потому что можно состревать, короче, на долгие сроки. А это уже интеллект. Это уж не разовьешься, если ты тупой, ничего не сделаешь. Я могу добавить еще последнее, коротенькое. Советы начинающим музыкантам – это быть самокритичным. Потому что на моем пути встречалось очень много людей, которые считают, что много. Я уже, короче, эту тему прошел, в барабанах всего достиг, я сейчас на басу поиграю. Все эти люди, разумеется, все слились с музыкальной темой со временем. Ничего в этом не достигли, зато до сих пор оценивают какие-то там группы, кого-то там ругают, хают. И преподавают величину. Ну, это такой спорный вопрос. Самокритик, надо чем еще решать, может быть. Ну, здоровый самокритик. Все в меру должно быть. Ты понимал, что ты не на пределе своих возможностей, тебе есть еще там куда расти. И не слушать людей, которые тебе говорят, что ты хреново играешь. Моя бабушка, короче, зашла, я помню как-то, когда Слепнот играл этот, я смел Дизастер Писса смел. И она, скрипачка симфоническая, она заходит, смотрит на это и говорит, ну иди там, послушал долго, минут три, наверное. А это они импровизируют? Мне просто в детстве, ну, когда я только начинал играть, еще на канистрах у нас были записи. Ну, там, на диктофон обычный. Я играл там на канистрах. Мы тогда уже играли какое-то там подобие там грандкора. И были люди, которые, у них уже были там группы с нормальными инструментами. И они типа угорали. Чуваки, вы играете какую-то херню? Они играли там какой-то топоровый металл. Типа ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, а мы играли какую-то там лабуду, грандкор, там, дебит, на канистрах. И, разумеется, там я слышал какие-то смешки в свой адрес. Чувак вообще, типа, херню играет. Меня это никак не остановило. Вот-вот стихи жизни я против него, что ты грандкор, это когда ты на канистрах играешь. А человека канистра, между прочим, из Новокузнецка в Москву доставили. На канистрах, можно сказать, доехал сюда. Спасибо. Вот так, ребята, резюмируем. Заимствуем у лучших, преломляем это под своим углом и выдаем на суд зрителя. И никого не слушаем. А вот, творческий кризис! Вам знаком? Как вы вообще справляетесь с таким этапом? Бывает такое, что хочется все бросить. Я могу высказать, да. У меня был творческий кризис, после смены состава оригинального. Два года не придумал мал музыки вообще. Кризис уже не, ты сегодня что-то делаешь? Мне кажется, у меня был творческий кризис. Потому что поменялись ребята, и я не понимаю вообще с моими ребятами, что делать. И в итоге они еще раз поменялись, а потом еще раз поменялись. И мы буквально за полгода, вот у нас сейчас 4-5 песен, и наработок еще там на 5, то есть новый альбом будет очень классным. Да, это не точно. Ну, а как еще по-другому назвать то, что вот три года у тебя ни одного рифа не появляется, а тут оп, как-то вот мы собрались, и какая-то магия пошла, и начала появляться новая музыка. Класс. Важно найти своих в этом мире и не останавливаться. У нас появился конь, который от нас уезжал. И я подумала, вы хотите задать мне вопрос, что связывает Ивана Николаевича Толстого, Георгия Александровича Тостоногова и ребят-цыган. И, конечно, холостомер Толстого, история лошади Тостоногова и коллектив-цыган, который продолжает эти вековые традиции. Я вижу по их глазам, что я угадала, что их вдохновляет на творчество. Ну, хочу еще у вас спросить, откуда вы черпаете вдохновение, что вас двигает? Сас, что тебя вдохновляет? Что меня вдохновляет? Работа звук, ведь все равно подскочена. Так меня же ничего и не вдохновляет. Не, на самом деле, в реальности ты есть фантазия. На те треки, которые ты в Телеграме прислал, тебя вдохновило только жизнь? Только, исключительно, могу. Жизнь вдохновляет, и друзья вдохновляют в первую очередь. В музыкальной сфере нужны хорошие друзья, чтобы они тебя и пинали, если что, и успокаивали, и все делали вообще. Браво! Браво! Все, что ты делаешь? У-у-у! Скажу я, не знаю, меня вдохновляет мой образ жизни, да, наверное. Я семейный человек, у меня жена, дети, и это меня все вдохновляет. А если говорить не няшно, меня вдохновляет новая музыка, с которой я знакомлюсь на студии обычно. Когда приходит новая группа какая-то, я открываю для себя, неважно какой стиль музыки. Я слушаю, такой, вау! А я не знал, что такое бывает. Ну, про роботов расскажет Виталик, да. Меня для занятий музыки вдохновляет цель, которую себе поставил, еще играя на канистрах. И, собственно, я к ней иду, она не менялась. Цель связана с музыкой, с барабанами, все. А вот чуть-чуть тоже хотела тут развитие у Дали. Было такое высказывание, он говорил, создавать картину или легко, или невозможно. А музыке можно так сказать? Да. Музыку писать относительно легко. А играть на барабанах, но если это считать музыкой, то это тяжело. Ну, да, ну, отправь, здесь двояка можно интерпретировать, хотя бы просто, да, интересно. Заниматься барабанами тяжело. Очень. Виталик, мы ждем вашу историю про роботов. А, ну, что меня вдохновляет, да? Да, ну, конечно же, это видеоигры компьютерные. 30 лет играю в игры, в разные. В первую очередь, это контора FromSoftware, это вся линейка Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring, Bloodborne, короче, все вот это вот тема. Ну, гуляется, не будет, ладно. Это скучно будет, наверное, слушать. А может, кому-то и нет. Ну, ладно, неважно. Дальше это, в музыке, это, конечно же, Electric Wizard, группа, альбом Dope Throne, группа Carole & Shoot. Да, мы сегодня посудились с таксистом и ехали на каршере под Dope, под Electric Wizard. Сразу полегчало. Просто вот едем, такие, все нормально в этой жизни. Ничего плохого не случилось. Конечно же, это группа Aria и Юрий Лоза с треком «Пиво». Видела я ловаться на стене, конечно, я думаю, кто же админ группы в ВКонтакте? Виталик, Юрий Лоза. Вдохновляет жизнь, я не скажу, потому что это очень странно, мне жизнь не вдохновляет. Вдохновляют еще книжки, это, конечно, Горд Филиппс Лавкрафт, это Филипп Дик, это вот касательно альбома про предстоящие, ну, про роботов, это мы, конечно, смеемся, все будет прикольно, но дело в том, что я уже что-то забодался, если честно, писать про вот этих вот кикимор, болотников, леших. Что-то нужно поновее. И там будет не то, чтобы про роботов, а будет скорее постапокалипсис, если бы это так назвал. Будет тематика, которая немножко затронет будущее, а это я тоже знаю. Про гуся в космосе, робонадзиратель, кибераллигатор, там все будет нормально, короче, группа цыган. Я все напишу прикольно, все будет интересно. Ну, да, я не думаю, что со слушателями что-то случится, они послушают такие фигаси. Ну, ладно, окей, прикольно. В принципе, концерт не поменяется, потому что музыка будет такая же. Костюма нового не будет. И подача материала будет такая же. Киберкони будут. Да. Единственное, что подача материала и музыка, может, скорее всего, будет еще лучше, потому что у нас вот Женя и Игорь, новые ребята, которые очень креативные, они уже принесли дофига чего нового. У нас вот есть пять песен, а два у меня есть текст, они уже звучат немножко по-другому, потому что, ну, у нас новые ребята. Они звучат лучше, чем то, что было до этого. Если ты не звучишь лучше, чем ты был до этого, то, может быть, тебе не нужно заниматься, чем ты не занимаешься. Женя, Игорь, мы хотели спросить у вас, что вас вдохновляет на музыку? Нет, ну, в целом вдохновляет и сама музыка. Ты играешь, и из этого уже как бы ты испытываешь определенные там чувства, так скажем. Если надо что-то придумать, ну, не получится прям сразу сесть, это надо как-то поймать волну. И больше помогает мне, например, играть на гитаре также. Игорь, а что вы можете добавить? Какая жесть. Чему именно? Что вас вдохновляет? Я даже не могу представить свою жизнь так, чтобы я не занимался музыкой, то есть она, мне кажется, потеряет всю краску. Для меня день, мне кажется, прошел зря, если я, например, не позанимался музыкой, хотя бы полчаса. Дальше я прихожу, например, домой после рабочего дня, 10-12 часов прихожу, мне все равно нужно стараться хотя бы полчаса поиграть, чтобы поддерживать себя в форме. Иначе я начинаю считать, что день просто прошел мимо. Занимаешься, потому что не можешь не делать этого. Как это прекрасно, браво. Мне кажется, лучше невозможно сказать о музыке. Согласен. Ну да. А какие вообще у вас чувства? Вас не зажимают в этом коллективе? Можете с нами поделиться? Нет, ну я вот, Виталика, да, можно. Пока вы. И вообще в целом все отлично. Все нормально? Они вас не обижают? Да ну что, все. Я же, что расскажите? Я все обижаю по-любому. И вот прозвучала такая фраза, что Саша тиран в нашей компании. Маленькое признание. У каждого должен быть свой домашний тиран. Вот я хотела к этому вас спросить. У Пастернака есть такие строчки. Цель творчества, самоотдача, а не шумиха, не успех. Как вот вообще балансировать между самоотдачей и желанием, может быть, угодить своему зрителю? Или получить какую-то отдачу в виде любви зрительской? Мне кажется, мы в первую очередь для себя делаем. Зритель. В смысле? Зритель меняется всегда. Как угодить слушателю? Мы не пытаемся угодить слушателю. Нет, я точно не пытаюсь. Я занимаюсь это только для себя. Это кому-то нравится, а тот, как говорил, горшок. Кому нравится, кто пришел в мой мир, кому не нравится, не пришел в мой мир. Вот и все. Мы очень ценим поддержку наших слушателей. Да, мы его очень ценим. Спасибо, друзья. Ну что, мы согласны с Борисом Пастернаком. Цель творчества, самоотдача. Ребята, мы будем заканчивать, закруглять нашу беседу. Ребята, я хотела вас попросить сказать какие-то последние, заключительные несколько слов для вашего слушателя, для нашего зрителя. Будьте самими собоими и наслаждайтесь этой жизнью. Сильные любят жизнь, а слабые только пытаются. Все, Грит, все сказал. Аплодисменты, друзья. Спасибо вам за эфир. Ребята, не забывайте, в музыке было все, кроме вас. Подписывайтесь на этот канал, пишите нам комментарии. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok